Добрый день, уважаемые коллеги. Я покажу сначала несколько зданий, которые были в нашей стране построены до 60-х, но сначала до революции, потом были несколько проектов, а потом уже начиная с 60-го года пойдут здания, в которых мне посчастливилось принимать участие. Ну и так, первое высотное здание в Москве начало строиться в 1505 году, это холохольня Ивана Великий, строилась она почти в 100 лет, но высота ее, она была закончена в 600-м году, высота 81 метр, и даже по современным меркам у нас высотное здание начинается в 75 метрах, она даже сейчас является высотным зданием. Ну, дальше, вот, храм Василия Блаженова, 65 метров высотой, вот, годы строительства, башня Сюмбеке с наклоном 1,98 метра, была построена уже, ну, здесь все написано. Следующее, это Шпиллер Миралтейство, потом Исаакиевский собор, что один с половиной метр высотой, грандиозное сооружение, было построено, так, черепни москомильными, вот, ну, да, Исаакиевский собор, он был построен, это архитектор Монферран, стоит тут на дубовых, на дубовых сваях, ну, сейчас, вы видите, вот так. Следующий, ну, и храм Христа Спасителя, через 25 лет после Исаакиевского собора был построен, был построен на народное пожертвование в честь победы над Наполеоном. Архитектор Константин Тонн. Храм на 2 метра выше Исаакиевского собора, 103,5 метра, может вместить 10 тысяч человек. Ну, здесь показан он возродил состояние, он был вырос, наверное, на такой же статистике. Ну, это революция. После революции появилось очень ряд интересных проектов. Это знаменитый проект «Бачня третьего интернационала» автор Владимир Евграфович Татлин. Сооружение не было построено, но оно сыграло колоссальную роль в развитии современной архитектуры. Дальше интересно тем, что вот вы видите, здесь находится куб, который должен был, ну, во-первых, 2 наклонных таких объема, которые наклонены под углом 23,5 градуса, внутри предполагался куб, который должен был вращаться со скоростью 1 раз в год, затем конус со скоростью 1 раз в месяц, затем цилиндр 1 раз в неделю и дальше там была полусфера 1 раз в день. Но здание не было построено, так следующий год, пожалуйста. Ну и вот построенная башня, это Шуховская башня, значит, Владимир Григорий Шухов, выдающийся наш инженер, который запроектировал ее высотой 358 метров. Но, к сожалению, в стране не было металла, и поэтому было принято решение построить ее вот такой высоты, как вы ее видите, 148 метров, башня уже более 90 лет. Находится она в довольно плохом состоянии, она ни разу не ремонтировала за эти годы, ни разу не проводилась ее реконструкция, ее только надстраивали там для необходимости размещать средства связи. Ну и во время войны, вы понимаете, что она отжавела, стояла, никто не следил. Правда, за эти годы было сделано ряд, по-моему, 7 или 8 обследований этой башни. Ну, мне приходилось делать обобщающий расчет, то есть отчет по всем обследованиям, у меня есть свое мнение, что надо с ней делать, но, к сожалению, руководящие и правительственные органы никак не могут прийти к единому мнению, и она находится в очень плохом состоянии. Дело даже в том, что я написал, что она находится в аварийном состоянии, нельзя эксплуатировать, но после этого меня попросили поменять. Я, скрипя сердце, заменил на ограниченное работоспособное состояние, потому что в противном случае ее надо сразу разбирать, там нельзя находиться. Так, следующее. Ну, знаменитый павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, автор Борис Михайлович Иофан, автор павильона. Ну и выдающаяся скульптура, считается лучшей скульпцией 20 века, это рабочая и работница, автор Вера Игнатьевна Мухина. Вот Эфелева бачни, это фотография в Париже. Так, следующее, пожалуйста. Ну, в настоящее время была проведена реконструкция скульптуры, внутренние металлические конструкции были заменены, полностью сохранена, естественно, ее образ этой скульптурой. Ну и был построен специальный павильон, который вы видите. И вот несколько лет тому назад эту скульптуру возродили. Мне приходилось решать вопросы ее установки. Вот здесь довольно сложно передать все нагрузки, горизонтальные, вертикальные. Ну, стоит, говорим, пока ничего. Да, следующее, пожалуйста. Ну, теперь несколько слов по поводу дворца Советов. В 1937 году было принято решение построить в Москве дворец Советов. Был проведен конкурс. Этот дворец должен был быть построен на месте храма Христа Спасителя. Помните, я показывал, он возрожден. А это, таким он был. Ну, и этот храм разрушили. Видите, вот здесь написано, вместо... Очага Дурмана. Очага Дурмана, там дворец я просто вижу без очков. И так далее. Разрушили такое замечательное произведение. Следующее, пожалуйста. Ну, и был сделан грандиожнейший проект. В то время это было самое по проекту, проект самого высокого здания в мире. Даже Empire State Building, это знаменитое американское здание, которое было в то время самым высоким, оно было на 40 метров ниже, ниже этого проекта. Наверху должна была быть скульптура Владимира Ильича Ленина высотой 100 метров. Автор проекта, архитектор, тот же, который построил павильон на парижской выставке. Париж Михайлович и Афан. Ну, здесь что интересно, я просто хочу обратить ваше мнение, как инженеров на конструкцию. Видите, вот здесь находился грандиожный зал на 22,5 тысячи человек могло размещаться в этом зале. Но конструкция сделана, видите, сделан такой вот конус, который... И благодаря этому давление от этого дома, весело колоссально, в объеме этого дома помещалось три пирамиды Геоуса. Вы представляете, пирамиду Геоуса по объему, а здесь три пирамиды, полтора миллиона кубов объем этого здания. Ну, и вот здесь поэтому была сделана такая конструкция, которая передавала давление на большую площадь. И, кроме того, здесь можно было вот с помощью этой конструкции воспринимать распор, который там возникает. Ну, и еще это здание отличалось тем, что американские здания, они все построены на скале. В Нью-Йорке, в Манхэттене скала выходит прямо на поверхность, там в центральном парке просто камень лежит, специально показанный, вот что это скала. А здесь предполагалось построить это здание на мягком грунте. Вот уже начато было строительство. Строительство было построено семь этажей. Но началась война, строительство было приостановлено, и весь металл, который там был, пошел на перекладку на нужной обороны. Так, следующий, просто долго можно рассказывать. Вот это вот здесь был, потом, после войны уже, здесь был бассейн Москва. Следующий, пожалуйста. Ну, вот этот проект. Так, следующий, пожалуйста. Вот видите, вот специально я здесь конструкцию показал. Видно вот этот вот зал, а вот давление сверху переходит на такие наклонные опоры, которые... А вот здесь пол является затяжкой, и он не дает, как бы, держит от горизонтальных усилий, от расползания, от действия горизонтальных усилий. Так, следующий, пожалуйста. Ну, в 1957 году было принято решение о строительстве в Москве семи высотных зданий, так называемые сталинские высотки. Первое здание – это здание МИДа Российской Федерации, но не очень высокое, 126 метров. Ну, самое высокое здание – это здание МГУ, 220 метров. Да, здание гостиницы Украина тоже входит в эту семерку. Вот три здания, ну, еще четыре здания. Это здание на Котенической Набережной, здание у Красных Ворот, здание у метро Баррикадная. Кольцевая, кольцевая линия. Баррикадная. Баррикадная, да. У метро Баррикадная. Ну, и такое невысокое здание – это гостиница Пекин. Все эти здания отличаются тем, что они были сделаны на фундаменте на естественном основании. Нигде не было свай, кроме как в гостинице Ленинградской на Комсомольском проспекте. Все остальные здания имели коробчатые фундаменты. Сделаны были это фундаменты по предложению Николая Васильевича Никитина, нашего выдающегося отечественного инженера. Так, следующее, пожалуйста. Ну, и, наконец, в 61-м году началось строительство телевизионной башни Востанкина. Сейчас башня имеет высоту 540,1 метра. На момент начала строительства, то есть на момент окончания строительства в 67-м году, это было самое высокое здание в мире. Ну, сейчас я несколько слов вам скажу о конструкции. Вы видите, железобетонная часть башни высотой 385,6 метра, и дальше металлическая часть высотой 155 метров, установлена на высоте 385 метров. Представляете, вот надо закрепить такую башню, 155 метров, такой довольно узкий ствол, который здесь имеет диаметр 8 метров. Здесь диаметр по опорам 60 метров, 10 опор, которые передают давление на фундамент. Здесь диаметр 18 метров, ну и дальше она идет с уклоном 2%. На башне имеется ряд обстроек. Вот это вот 10-этажное здание висит на башне. Это высота 330 метров и до 360. 10 метров висит, там находится ресторан, смотровая площадка, ну и технологические помещения. Толщина стенки, вот башня железобетонная, толщина 40 сантиметров. Вот такая вот всего лишь толщина. Здесь вот в этой, в конической части толщина полметра. Ну для того, чтобы в башне не возникало растягивающих напряжений, чтобы не было трещин, потому что бетоном хрупкий материал, он при изгибе начинает трещать, ломается, появляются горизонтальные трещины. Если будет действовать ветер в одну или в другую сторону, то напротив, вот ветер сюда действует, значит здесь будут возникать горизонтальные трещины. Для того, чтобы этого не было, в башне сделано предварительное натяжение арматуры, то есть пропущено 150-149 канатов, каждый натянут на усилие 80 тонн, и они создают дополнительное сжатие 10 тысяч тонн, ну примерно там с копейками. 10 тысяч тонн, они сжимают всю железобетонную часть, плюс ее вес, плюс вес оборудования, и в результате, при действии ураганных ветровых нагрузок, в башне возникает железобетонное растяжение, значит нет трещин горизонтальных. Так, следующий, пожалуйста. Ну теперь я хочу вам показать фундамент Останкинской башни, это вообще шедевр строительного искусства, конечно его в рюкзаке, я думаю, невозможно. Вот видите, вот это вот поверхность, это даже не поверхность грунта, вот поверхность грунта примерно. Вот на 3 метра вырыт котловань, и сделан фундамент глубиной, толщиной всего лишь 3 метра. Это кольцо, кольцо, которое имеет ширину 9,5 метров. Кольцо, вот здесь ничего нет, это просто, ну, внизу подвальное помещение, они ставят на свои отдельные плитки, все давление башни передается только на вот это вот кольцо. Весит башня 31 400 тонн, вместе с весом грунта на обрезах это 55 тысяч тонн. Вот такое колоссальное давление передается на это кольцо. Кроме того, вы видите наклонные опоры, раз такая опора наклонная, у нее усилие идет по ней, вот училие сверху, вот весь вес будет собираться, собираться, и идти на одну опору, на вторую опору, на 10 опор. Эти опоры хотят разойтись, понятно, да? Наклонная штука, когда вы на нее давите, она хочет расползти. Передает давление на фундамент, и для того, чтобы фундамент не разорвался от этого давления, снаружи сделано железобетонное кольцо с предварительно напряженной арматурой. Так, следующее, пожалуйста. Вот, вот это вот фундамент, видите, вот 3 метра, вот здесь показано, вот 3 метра для вас нормального, высота фундамента 3 метра, а вот это вот кольцо, вот это предварительно напряженная арматура. Значит, вот кольцо по окружности, по контуру сделано, и вот то усилие горизонтальное, которое возникает, оно держится как бы этим бандажом, то есть, ну, башню в спиренале, в спиренале, вот так ребенка в спиренале, в спиренале, чтобы он не мог выскочить из этого кокона. Вот тоже самая башня, она так окружена вот этим вот кольцом, которое держит растяжение, которое возникает. Вот, так, дальше, пожалуйста. Ну, вот показана вот эта предварительно напряженная арматура, которая натянута, вот, для того, чтобы держать вот эти горизонтальные усилия. Так, следующий поток. Ну, для сравнения здесь показано, вот смотрите, вот это наша башня, видите-ка, ее заглубление, вот, 3 метра, так, а вот это башня второго, которая была построена через, по-моему, 12, значит, в каком? В 73-м, а мы в 63-м, то есть, в 76-м, да, через 9 лет они построили башню, сделали ее, естественно, на 12 метров выше, уже знали на эту высоту, но, посмотрите, она станет на полускальных грунтах и заглублена на 6,7 метра, то есть высота фундамента 6,7 метра, высота здесь, по-моему, 15 метров, а у нас башня имеет всего высоту фундамента 3 метра, то есть здесь в два раза больше, и, кроме того, она стоит на очень плохих грунтах. Тем не менее, осадка примерно вот такая, за 50 лет, 67-го года, вот, вот, будет, в будущем году мы будем отмечать 50-летие, 7-го ноября, вот, осадка, вот, примерно где-то менее 60 миллиметров. Так, следующее, пожалуйста. Ну, вот, был пожар грандиозный, вы знаете, в 2000-м году, вот здесь загорелось все, горело долго, более 60 часов, ну, были предложения башню, ну, ее опрокинуть, заварить ее, вот, ну, тем не менее, мы выдержали битву и доказали, что ее можно восстановить. Так, следующее, пожалуйста. Вот видите, что было с канатами? Вот, все канаты, которые, вот, я рассказывал, внутри натянута, вот они все висят, оборвались, вот. А вот что сейчас, после восстановления, новые канаты натянуты. Кроме того, в битоне в результате пожара образовалось очень много выколов, вот. Ну, и очень сильно пострадала та часть, где металлическая антенна, металлическая пор антенн, заделывалась железобетон. Из-за большого нагрева, там все закладные детали пришли в очень большую негодность. Но, тем не менее, нашли способы восстановления, закачивали туда специальные составы, метилкрылак, так называемый состав, под большим давлением. Ну, и проверили вертикальность, вертикальность, в течение месяца три фирмы, три фирмы с трех разных под углом 120 градусов, независимо от друга друга, проверяли вертикальность металлической части башни, после того, как мы сделали, потому что она же могла быть наклонена, а важно было, чтобы она так стояла, потому что если она будет наклонена, дополнительные сгибающие моменты, ну, и потом, кроме этого, на этой металлической опоре находятся специальные антенны, которые передают сигнал на расстояние 120 километров, то есть она будет куда-то наклонена, то сигнал с этой стороны будет уходить в землю, его нельзя будет воспринимать. Так, следующий вопрос. Ну, здесь где-то через примерно 20 лет после окончания строительства дирекция башни обратилась с просьбой сделать стеклянное перекрытие на смотровой площадке. Внизу 330 метров под этим стеклянным перекрытием. Это стеклянное перекрытие. Вот девушка стоит на стекле, сделанная из нашего отечественного стекла. Когда делали, не было даже норм на проектировании, не знали, какую нагрузку можно допустить, но мы попросили, да, и было условие, что это должно быть сделано из отечественных материалов. Делалось, стекло делалось на горском заводе. Ну, договорились, дирекция завода, что они проведут испытание этого стекла. Это триплекс, то есть три 10-миллиметровых стекла, склеены между собой. Вот такая получается конструкция. Вот, нагрузили тонну на квадратный метр, сутки простояло. Ну, сейчас это три, это триплекстаки есть, но сверху еще 6-миллиметровое защитное стекло, потому что девушки ходят на шпильках и стирают стекло. Поэтому вынуждены делать защитное стекло, его можно довольно легко и быстро менять, чтобы не менять основную конструкцию. Следующее, пожалуйста. Ну, вот здесь вы видите, что происходит во время грозы. Как бьет молния. Но она бьет не только верхушку, она бьет в разные части. Территория вокруг башни становится опаснее, нельзя там находиться. Она может ударить в 100 метрах, в 200-300 метрах от башни. Были слитые удары в молнии. Вот здесь находили. Ну, вот я вам рассказывал, вот это, я говорил, вот это вот металлическая опора антенн 155 метров. И вот там, где она заделывается, в железобетонную часть, там из-за пожара, было маленькое расстояние, из-за пожара, там все это дело пришло в большую негодность. Ну, все уже сделали, теперь работает уже, ну, уже почти 10 лет после окончания ремонта. Так, следующий вопрос. Ну, теперь перехожу к грандиозному проекту. Это Московский международный деловой центр Москва-Сити. На площади 60 гектаров было решено построить ряд офисных зданий торгово-деловых. Вот здесь показан макет. Это макет, фото с макета. Ну, а это уже все, как есть на самом деле, Москва-река. И вот здесь, ну, дальше я покажу уже здание построено. И следующее, пожалуйста. Ну, вот первое здание, это так называемая башня 2000. Ну, по нашим уже теперешним, это было первое здание, по теперешним меркам это уже маленькое здание, где-то порядка 130 метров. Вот. Ну, оно интересно тем, что оно состоит как бы из двух частей. Вот это вот одна часть, и вот это вторая. А здесь ничего нет. И нет, и здесь, то есть фундамент есть, но нет опор, который доходит до фундамента. Вот эта часть висит, здесь расстояние 10,5 метров, и требование архитектора было, архитектором было такое, чтобы толщина перекрытий в этой части, в этой части, самое главное, ну, это легко здесь обеспечить, а здесь, чтобы они были все одной толщины, 25 сантиметров. Ну, здесь приходилось, а здесь 14 метров, и приходилось придумывать, каким образом это сделать, потому что снизу нет опор, не на чем держать. Так, следующий, пожалуйста. Ну, потом, если бы у желающих, расскажу, как это сделано. Это план, видите? Вот это вот одна часть, вот это вторая часть, этого дома, вот это вот серединка, серединка, которая держится вот на этой, и на этой части. Важно было их объединить, потому что, если бы мы их не объединили, то каждая из них колебалась бы так, что там было бы очень неприятно находиться, поэтому нужно их объединить, чтобы здание было широкое, чтобы обеспечить его жесткость. Ну, эта задача была решена. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот видите, это здание, вот оно уже построено, и в это здание входит мост Баградион, торгово-пешеходный мост, двухэтажный, сделан по образу итальянских мостов средневековых, это архитектор Борис Иван Штхор, автор Сити, говорил, что я хочу, чтобы был сделан вот такой мост, который в Флоренции, но там они только не двухэтажные, а одноэтажные, каменные, каменные мосты. Ну, вот он сделал здесь два пролета, один пролет 147 метров, другой пролет 49 метров, следующий. Ну, вот показана конструкция моста, видите, здесь нет, вот эта вот часть вот эта нижняя этаж, а вот здесь верхняя этаж, здесь нет никаких специальных конструкций, вот вся вот эта решётчная оболочка, которая обеспечивает вот контур моста, она является несущей конструкцией. Ну, это показано просто сечение вот верхней элемента и двух нижних элементов. Вот это вот верхняя элемента, вот это вот нижняя элемента. Здесь стоит, а потом этот элемент, наоборот, повернутый здесь стоит. И они соединены вот такой вот решеткой. Следующий, пожалуйста. Центральное ядро. Гигантское сооружение. Длина его почти полкилометра. 488 метров. Ширина 124 метра. Так, следующий, пожалуйста. Вот вы видите разрез этого центрального ядра. Значит, сначала, когда мы его начинали делать, предполагалось, что здесь будет на одну фундаментную плиту заходить 4 линии метро. Сразу на одну плиту. Не в разных уровнях, а на одну плиту 4 линии метро проходят эти 500 метров и выходят, видите, вот здесь, под разными углами, уходят каждый в своем направлении. Ну, потом, в процессе строительства было принято решение ставить 3 ветки метро и одну ветку, которая уже была сделана, ее в этом месте расположили в сооружение, ну, по-старому это бомбоубежище, в общем, в сооружение защиты. Ну, что интересно в этой конструкции? Дело в том, что здесь фундаментная плита, вот, как я уже сказал, она больше Красной площади по своей длине. Вот если вот это, например, Василий Блаженный, ну, предположим, здесь Василий Блаженный, вот здесь Василий Блаженный, а здесь исторический музей, то вот Красная площадь вот здесь заканчивается. Вот эта Красная площадь, это еще больше, а по ширине точно Красная площадь. Здесь мавзолей, а здесь, предположим, бомб. Вот такая грандиозная плита, и в этой плите нет ни одного температурного шва, ни осадочного, несмотря на то, что длина почти полкилометра. То есть площадь плиты 50 тысяч квадратных метров, в нее пошло 101 тысяча кубов бетона. Так, следующий, пожалуйста. Вот это вот разрез, вот эта плита, вот это показаны здесь линии метрополитена, вот это два этажа, это зона метрополитена. Здесь поезда ходят, здесь люди заходят, садятся, вот здесь стоянки автомашин, ну и разные административные, там коммерческие, гигантский коммерческий торговый центр. Вот, и вот это вот зал, закрытый куполом, площадь которого 10 тысяч квадратных метров, это тоже торговый центр. Так, следующий, пожалуйста. Ну вот это опять же центральное ядро. Так, следующий, пожалуйста. Ну, пошли здания. Вот это здание эволюция, видите, как оно повернуто. Вот здание закрученное. Значит, архитекторы в последнее время стали любить закрученные здания. Ну, вот это первое здание, но не очень высокое, его высота 240 метров. Теперь я сейчас расскажу, как делается, как оно закручивается. Следующее, пожалуйста. Вот вы видите фламь этого здания. Внутри центральное ядро. Обычно во всех высотных зданиях в центре делается центральное ядро. Но иногда оно может быть смещено. Лучше, конечно, делать его в центре. В этом центральном ядре размещаются люфтовые холлы, то есть все люфты, люфтовые шахты. И там же размещаются все инженерные коммуникации. Ретрика, сантехника, телефония и так далее. Вот. Вот 8 колонн. То есть вот это железобетонное. По 8 колонн. Вот здесь вот перекрытие. Вот так вот нанизывается. Через каждые там 4 метра идут перекрытия. А вот эти 4 наружные колонны, они поворачиваются. Каждая колонна на каждом этаже поворачивается на 3,5 градуса. Вот колонна. Вот она сделана. На следующем этаже она вот так повернулась. Еще на следующем вот так. Еще и так далее. Вот каждая колонна закручивается, пока подходит кверху, на 135 градусов. И вот в результате получается вот то, что вы видели. Следующий, пожалуйста. Ну вот это вот фасад этого здания. Видите, как здесь удобно делать истекление? Просто прелесть. Так, следующий, пожалуйста. Ну вот. Ну уже готово эксплуатироваться. Следующий, пожалуйста. Вот. Ну, следующий деловой комплекс. Ну, довольно простое прямоугольное здание. Здесь тоже вот центральное ядро. Снаружи два ряда колонн и по ним перекрытие. Здесь высота тоже 240 метров. Я просто обращаю внимание, что вот это вот ядро, центральное ядро, оно, здание, оно должно всю нагрузку, горизонтальную нагрузку от ветра воспринимать. Потому что колонны эту нагрузку не воспринимают. Они воспринимают только в том случае, если мы их соединим с ядром аутригерными этажами. Я потом покажу, что это такое. А так, в принципе, основную нагрузку все равно. 70% будет горизонтальной ветровой нагрузки. Вот ветер дует на дом, он начинает колебаться, хочет отклониться куда-то. Все это вот держит вот это вот центральное ядро. Обратите внимание, как оно сделано. Это двутавры, железобетонные двутавры. Вот здесь стенка, скажем, полтора метра, то есть полка полтора метра, стенка полметра. Стенка в двутавре обычно делается тонкая, а полки делаются толстые, чтобы большой момент инерции был. Вот так и здесь это сделано. Вот двутавр, вот, грубо говоря, двутавр, вот двутавр и так далее. Так, следующее, пожалуйста. Ну, это же здание, это план этажа. Вот это вот ядро, а вот это колонна. Так, следующее, пожалуйста. Ну, следующее здание, это два здания высотой одно 360 метров, другое высотой 330 метров. Эти здания отличаются тем, что, вот если вы обратите внимание, видите, вот здесь черные такие провалы. Здание разделено на блоки. Вот каждый блок примерно там 14-17 этажей. И эти блоки не стоят один над другим. Блоки смещены. Представляете, вот этот вот блок, например, вот этот блок, вот этот блок смещен относительно этого блок. Вот видите, как он нависает здесь и уходит сюда. Это, конечно, конструктору дополнительные сложности. Ну, все это проходили мы первый раз, и, конечно, было много. Сначала начинаешь бояться, а потом постепенно приходится делать, руки делают, глаза боятся. Вот, ну, вот такое здание. Вот один блок, второй, третий, четвертый. Каждый из них относительно другого повернут. Вот, и для того, чтобы передать нагрузки от него, вес, горизонтальные нагрузки, делаются специальные переходные конструкции, которые должны все это передать. Следующий, пожалуйста. Это вот планы этих двух домов. Видите, они довольно маленькие. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот это, так, это вот эти, вот эти дома уже построенные, о которых я говорил. Так, следующий, пожалуйста. Вот башня на набережной, здесь три здания. Одно здание 27 этажей, одно 17 этажей, а это вот здание 330 метров. Вот, ну, примерно где-то там 70 этажей. Следующий, пожалуйста. Вот, вот как сделано это высотное здание. Тоже вот центральное ядро. Видите, все сделано опять вроде бы как двутабры железобетонные, которые держат вот нагрузку в таком направлении. А в этом направлении жесткость большая. Оно вытянутое в этом направлении, а в этом маленькое. Поэтому приходится делать конструкции, которые разбиты в этом направлении, чтобы можно было воспринять все витровые нагрузки. Следующий, пожалуйста. Ну, следующее здание, вот Евразия. Это, так, еще следующее. Вот, чем интересно это здание? Оно высотой тоже 300, там, 330 или 340 метров. Но вот эта вот часть, видите, вот этот носик, архитекторы ее приподняли над землей. И вот здесь консоль, вот эта вот, вот эта часть, она консольная. И высотой она 300 метров. 300 метров. Естественно, когда такая тяжелая консоль, она создает колоссальную нагрузку на вот эти колонны. Здесь сумасшедшая нагрузка. По 16 тысяч тонн нагрузка на эти колонны. Теперь в этом здании, да, еще тут вот что интересно. Вот здесь план, видите, в плане колонны идут шагом в 3 метра, а внизу, там, где машины, где стоянка, там такие размеры не дадятся в 3 метра. Там надо делать размеры большие. Там размер, здесь 3,3 метра, а там 9,9 метра. То есть, в 3 раза больше. Но когда у вас внизу стоят колонны редко, а выше вы должны перейти на частый шаг, то колонны, вот эти колонны, каждая вот эта колонна, красненькая, куда она делается? Пропала. А, вот она. Вот представляете, у вас колонна вот эта. Раз, вот эта, раз, два, три. Вот внизу колонны идут вот здесь и вот здесь. А выше над ней идут колонны здесь и здесь. То есть, они передают нагрузку сверху с 300 метров между основными колоннами, которые опираются на фундаменте. Поэтому приходится делать колоссальную переходную конструкцию, здесь она двухэтажная, для того, чтобы передать это усилие. Так, следующий, пожалуйста. Так, ну, обратно вернитесь, пожалуйста. Обратно. Еще я хотел сказать, что я потом вам покажу, но в этом здании совершенно уникальные колонны. Ну вот, для того, чтобы воспринять эту нагрузку 16 тысяч тонн, каждая колонна сделана из четырех листов металла. Листы металла прокатные по 230 миллиметров, вот такие, 23 сантиметра. А в плане размер колонны всего 77 сантиметров. Вот такая колонка. И она держит 16 тысяч тонн. Значит, четыре листа составляются вот так. Ну вот, понятно, да? Потом четвертый, четыре листа. Но так как они большой толщины, то их сварить невозможно, потому что сварить их можно где-то там расплавить. Это все надо делать на площадке. Поэтому делаются так называемые фрезерованные торцы. То есть на заводе металлоконструкции торец этого листа на станке очень точно снимается, фрезеруется. Вот, фрезерованный торец очень точный, ну вот как этот стол. И тогда вы ставите одну колонну на другую, и так как колоссальная нагрузка, то они на трении держат всю горизонтальную нагрузку, которая возникает. Ну делается там, конечно, делаются небольшие швы там, ну на 2-3 сантиметра, но не больше. Потому что на площадке проварить 230 миллиметров это невозможно. Возможно, но очень сложно. Так, следующий вопрос. Ну, комплекс федерация. Это два здания. Одно 362 метра, другое 260 метров. Сейчас оно уже закончено. Вот это план, это сваи. Здание стоит на свае. Все эти здания, кроме центрального ядра, они все стоят на сваях. Сваи полутораметровые, диаметром, да, диаметр полтора метра, длиной 30 метров. Сейчас я покажу. Так, следующий, пожалуйста. Ну вот, какие достижения у нас были на этих зданиях? Мы впервые, вот под маленькое здание, которое 260 метров, мы впервые забетонировали фундамент без остановки. То есть, было непрерывное бетонирование 9 тысяч кубов бетона, или 9,5 тысяч кубов бетона непрерывного бетонирования. Это несколько суток. Значит, готовятся, укладывают арматуру, все должно быть готово. И потом несколько заводов работают, и бетон идет постоянно непрерывным потоком. Забетонировали, было много разговоров, что это нельзя сделать, что разорвет его. Там большие температурные напряжения, фундаменты толстые. Там вот этот фундамент 3 метра, этот фундамент 4 метра. Ну, в общем, забетонировали, все оказалось нормально. Подошли к бетонированию следующего. Следующего, 14 тысяч кубов. Значит, здесь тоже предложили делать непрерывное бетонирование. Опять, еще больше было споров. Разговоров не выдержит, разорвет. Сделали. Потом следующее предложение появилось. Не делать, не запускать слаи в фундамент. Потому что это уменьшает гидроизоляции и мешает армированию. Вот, представляете, сваи везде стоят, торчат их эти кусты и так далее. Но это удалось. Удалось здесь на нескольких домах. И потом, потом я еще покажу автоцентр. Там было очень много споров, но и там сделали. Так, в общем, короче, вычли мы на регор 14 тысяч 400, или сколько там, я не вижу. 14 тысяч кубов. Вот это значит. Так, следующее, пожалуйста. Ну, вот эти здания уже построены. Вот вы видите. Так, следующее, пожалуйста. Вот как стекла прибирают любители. Так, следующее, пожалуйста. Ну, следующее здание Меркурий там. Не важно. Такие же точные здания отличаются оно тем от тех зданий, что у него центральное ядро смещено. Это дополнительные сложности реконструктора. Так, следующее, пожалуйста. Вот вы видите. Видите, вот центральное ядро, которое держат все горизонтальные нагрузки. Колонны на горизонтальные нагрузки не работают. Они работают только на вертикальную нагрузку. Вот. И должно держать это ядро. Вот оно смещено. Значит, возникает включение, которое надо воспринять. Вот. Ну, вот надо все обязательно. Инженер, когда считает, он должен все предвидеть. Абсолютно все. Все, что может быть, придумать. Спокойно там смотреть. Если у него что-то не получается, значит, он берет, оптимизирует бетон. У него получается B25, A500 и так далее. Ну, иногда другие классы бетона. Правильно я сказал, да? Ладно. Ну, вот так, следующий, пожалуйста. Ну, вот башня России, это архитектуру сделал знаменитый английский архитектор Фостер. Значит, здание было нами разработано. Сделали мы конструкцию грандиозную. Здание высотой 648 метров. В то время, когда мы его проектировали, это было самое высокое здание. Самое высокое здание в мире. Ну, так, еще следующее. Вот видите, вот эта конструкция. Видите, как оно? Вот это стоит на колоссальных, на колоссальных таких пилгонах. Высота их почти 30 метров. Ширина вот здесь, там, 27 метров, а здесь 12. И вот они, такие вот, три таких штыка, вот они, они сходятся вместе и создают вот такое устойчивое здание. А фундаменты здесь сделаны не на сваях, а сделаны на баретах. Бареты, это, грубо говоря, такие же прямоугольные сваи. То есть, сваи сделаны в виде пластин. Вот пластина, вот это вот пластина, вот это бареты. Но они большие. Если у нас свая имела диаметр, там, полтора метра, то бареты, которые здесь предусмотрены, они 6 на 1 метр. Вот это вот 6 метров, а это 1 метр. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот это вот здание, это его план. Вот такое вот гарантиозное здание. К сожалению, Лужков передумал его строить. Ну, и все, на этом месте вот сейчас другие здания построили. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот Сити ночью. Вы можете посмотреть, это уже построенное здание. Это фотосанаторы. Следующий, пожалуйста. Вот, вот это мост. Ну, несколько слов, если вам интересно узнать, как мы определяем ветровую нагрузку на сооружение. Дело в том, что в нормах нет аэродинамических коэффициентов. Их не может быть, каждое здание разное. Аэродинамические коэффициенты могут быть только для каких-то простых сечений. Для круга, для круга там с разной широковатостью, с разным соотношением высоты к диаметру. Еще там какие-то есть. Но, в принципе, для таких архитектурных сооружений, каждый из которых имеет свой фасад, свою форму, необходимо проводить продувку. Продувка делается в аэродинамической трубе. Для этого необходимо изготовить модель. Причем продувать надо не одно здание, а весь комплекс. Потому что вихри ветровые с одного здания могут срываться и раскачивать соседнее здание. С этим зданием ничего не происходит. Поэтому надо продувать обязательно комплекс зданий, район. И это очень важно не только для того, чтобы определить аэродинамические коэффициенты, которые мы потом, с помощью которых мы определяем ветровую нагрузку, но и для того, чтобы посмотреть, как-то люди будут здесь ходить, и это может унести ветром. Потому что очень сильное давление ветра, и здесь просто некомфортно находиться. Поэтому важно посмотреть, где зоны замехления, может что-то придумать, где-то какие-то барьеры поставить. Ну вот в результате делаются вот такие. Вот это здание России, помните, которое я показывал? 648 метров. Ну вот это аэродинамическая труба. В этой трубе, видите, кубики стоят? Эти кубики моделируют земную поверхность. Потому что земная поверхность не гладкая, на ней дома стоят маленькие, деревья. Поэтому для того, чтобы смоделировать этот нижний слой, делаются вот такие кубики. Потом здесь ставятся, сюда наклеиваются датчики, которые определяют давление. А здесь стоят вентиляторы, которые гоняют воздух. И вот эти вентиляторы включают, они дуют, записывают давление. И в результате мы получаем отчет об аэродинамических коэффициентах. А затем с помощью этих коэффициентов мы определяем ветровую нагрузку, которая в нормах, в СНИПе, есть нагрузка, которая в данной местности. Например, в Москве это 23 килограмма на метр квадратный, на высоте 10 метров. У вас, я не знаю, какая. В Петербурге 30 килограмм на метр квадратный и так далее. Она в этих приморских, особенно на Дальнем Востоке, она вообще вырастает сумасшедшей величиной. Но потом ветровое давление меняется с высотой. Примерно считается, что до 300 метров меняется, а потом постоянная величина. Но я думаю, что это связано с тем, что СНИПы раньше делались для зданий невысоких. Такие высокие здания появились в недавнее время. Но, тем не менее, мы пользуемся этими коэффициентами. Но переход, например, от низа, от 10 метров к 300 метрам, это примерно около 3. То есть 3 раза увеличивается ветровое давление. Вообще точно 2,75. Так, следующий, пожалуйста. Ну вот, так, дальше. Как там по времени? Виталий Макс, есть еще немножко? А? Ну я сейчас перехожу к архе. Так, сейчас я показываю. Вот это сделана компьютерная модель. Компьютерная модель. Вот так мы делаем расчеты. Очень точные здания. Показано колебание. Вот, видите, так. Вот колеблется здание. Тут важно определить частоты колебаний, потому что у нас нормируется ускорение колебаний. Если здание имеет большое ускорение колебаний, то люди на верхних этажах себя плохо чувствуют. У них, ну и кроме того, мебель начинает двигаться. В общем, в результате экспериментов, наблюдений за американскими зданиями, которые были еще разными, когда построены прошлого века, пришли к величине допускаемых ускорений колебаний здания до 80 миллиметров в секунду квадратные. Вот восходить эту цифру не рекомендуется. Ничего страшного нет, но неприятно. Качка на корабле, кто там находится, вот. Ему это очень приятно. Так, следующий, пожалуйста. Ну, наконец, сейчас мы строим в Петербурге высокое вот здание. Это так называемый Лахта-центр, Гастромовский центр административный. Это самое высокое здание в Европе сейчас. Высота его 462 метра. Ну, вот здесь показано фото с макета. Это Финский залив. Прямо на берегу Финского залива. Ну, здесь 100 метров, я не знаю. Можно прыгнуть, мне кажется, за здание и попасть в море. Вот, Финский залив. Ну, сейчас вот строится это высотное здание. Так, следующее, пожалуйста. Вот как здание построено. Видите, здесь просто такая условная схема. Вот есть центральное ядро. Центральное ядро. Вокруг идут колонны. Вроде бы как колонны, выдавленные из центрального ядра экструзии, это выдавливание. Вот. Потом здание. Каждая колонна. Если там только четыре наружные колонны закручивались, здесь каждая колонна закручивается. Архитекторы пошли еще дальше. Каждая колонна закручивается на каждом этаже. Каждая колонна снизу доверху, она поворачивается на 90 градусов. Вот вы и начали ее в таком положении. Пока дошли доверху, она стала вот так. Повернулась на 90 градусов. Ну и после этого здание еще идет на конус. Вот как будто это, видите, идет на конус постепенно. И дальше внутри она еще вот такой бочкой делается. И вот эти четыре составляющие привели к вот этой форме. Следующий, пожалуйста. Вот это конструктивная схема здания. Видите, вот здание. Вот это центральное ядро. Центральное ядро. Вот это фундамент. Здесь коробчатый фундамент. Я потом расскажу о его конструкции. И снаружи колонны. Колонны. Вот они идут вот здесь, видите. Больше, потом они уменьшаются, но сужаются, сужаются. Ну, поворот здесь не виден. Ну, вот здесь, может быть, как-то можно понять этот поворот. Ну, вот, вы видите, вот отсюда колонна ушла. Вон она куда уходит. Вот. Эта схема. Вот это верхушка. Вот здесь она не поместилась. Это верхушка здания. Вот такая. Вот это 462 метра. Следующий, пожалуйста. Ну, вы знаете, что в Петербург основа на болотах. И на болотах поставили такое здание. Это довольно сложная процедура. Потому что здание весит 600 тысяч тонн. Болото, которое не держит вообще практически никакой нагрузки. Значит, были сделаны геологические испытания. И вот определили так называемые венские глины. И вот в этих венских глинах, вот здесь и вот здесь вот, на сваях поставили здание. Сваи от... Ну, дальше я покажу. Так, следующий, пожалуйста. Вот это вот план сваи. Сколько? 264 сваи, по-моему, здесь написано. Так, следующий, пожалуйста. Вот. Вот вы видите, вот это вот здание. Вот оно стоит на сваях. Сваи вот от поверхности грунта. Вот это вот грунт. Это вот подвал дома. Вот это грунт, от грунта до низа сваи 87 метров. Вот такие колоссальные сваи диаметром 2 метра бурили, запускали обсыдные трубы, туда опускали арматурные каркасы и потом их детонировали. Вот эти сваи, которые в центральной части, они отсюда бурились на 87 метров, а эти на 10 метров вниз. Затем был вырыт котлован. Для того, чтобы его вырыт делается специальная стена в грунте, которая держит давление грунта снаружи. И сделан был вот коробчатый фундамент. Я потом расскажу о его конструкции. И вот этот фундамент опирается на сваи, передает давление сюда. Только не сюда он передает давление, а это сваи трения. Они передают давление по всей своей поверхности. Тут нет скалы, на которую можно опериться. Здесь глина. Поэтому все давление передается за счет трения. Вот вы сваи опускаете в грунте, и вот она трется о грунт. И вот здесь силы трения возникают, и они держат то давление, которое сваи должна передать. Так, следующее, пожалуйста. Ну вот, посмотрите, теперь я вам расскажу просто, каким образом можно провести испытание сваи. Как испытывают сваи? Обычно берут, погружают сваю в грунт. Ее нужно загрузить. Значит, вот вы сваю погрузили, сваю погрузили в грунт. Делаете сверху балку, и на балку начинаете давить. Но если вы будете давить, то все куда-то уйдет. Для того, чтобы это не уходило, надо делать амкерные сваи. Чтобы это, вот вы сюда давите, а за счет этих опор это все держится. Ну и это, конечно, очень тяжелая операция, тем более, если 87 метров надо испытывать сваи. Поэтому есть такой метод, Астерберга называется. Вам не надо ничего этого делать. Вы берете, бурите скважину, и вместе с каркасом, вместе с каркасом, вот скважина. Вот вырыли скважину в грунте, там опустили трубу, предположим, обсадную. И вместе с каркасом, с арматурным, вы опускаете домкрат. К каркасу пределан домкрат. И когда вы заветонировали все, все это хозяйство, вы начинаете давать давление в домкрат. Он начинает давить вверх и вниз. Не надо ничего. И вы даете давление до тех пор, пока, например, верхняя часть не начинает подниматься. Как только она начала подниматься, вы определяете ту нагрузку, которая держит вот этот боковой грунт. Делите эту нагрузку на периметр, на длину, и получаете, какую нагрузку можно дать на сваи, на погонный метр ее поверхности. И вот так она рассчитывается. Понятно это, да? Ну и там какие-то, конечно, в центре запаса. Так, следующий, пожалуйста. Ну это ображение Котлована, вот то, что я говорил, стена в грунте сделана. Здесь, в плане здания в виде пятиугольника. Почему пятиугольник? Потому что на этом месте проводили раскопки и нашли шведскую крепость, которая была сделана в виде пятиугольника. Какая это там крепость тысячелетней давности? Ну вот решили архитекторы, что оставить план в таком же виде. Так, следующий. Ну вот это вот показано. Вот это вот стена в грунте, которая держит давление от грунта. Ну здесь специальные мероприятия, это все не так просто, это я так вынужден бегло рассказать. Так, вот эта стена в грунте, вот она здесь показана. И она держит давление от грунта с тем, чтобы можно было здесь внутри работать. Так, следующий. Ну вот теперь коробчатый фундамент. Значит, что такое коробчатый фундамент? Фундамент, который состоит из двух плит. Нижняя плита и верхняя плита. Но для того, чтобы... И между ними пустое пространство. Для того, чтобы они работали, вместе изгибали, всех надо соединить. Все равно, как вы две доски, вот, две доски вы скрепляете гвоздями. Вот вы скрепили гвоздями, они вместе гнутся. Касательные усилия передаются с помощью гвоздей. А здесь это дело, этими гвоздями служат стены. Вот эти вот стены, гигантские стены, потому что фундамент имеет высоту в осях 11 метров. Каждая стена шириной вот здесь 2,5 метра, железобетонные, мощно армированные стены. Они соединяют в следующий, пожалуйста. Вот они соединяют две плиты. Вот одна плита, вот видите, одна плита. Вот нижняя плита, вот верхняя плита. А вот эта плита 3,6 метра толщиной, а эта 2 метра. Почему разные толщины? Потому что здесь возникает растяжение, поэтому надо положить очень много арматуры. А здесь сжатие. Здесь тоже арматуры много, но здесь на сжатие работает и арматура, и бетон. А здесь работает только одна арматура. Бетонное растяжение мы не учитывали. Поэтому здесь 15 сеток по высоте, которые сделаны из арматуры диаметром 32 миллиметра. И шаг арматуры 150 миллиметров. В общем, здесь, по-моему, усилие где-то около 5 или 6 тысяч тонн на погонный метр растяжения. Ну и вот они соединены две стены. Ну, внутри сделана такая тонкая плита толщиной 400 миллиметров, просто для того, чтобы иметь здесь этаж. В принципе, рабочие плиты, вот это и вот это соединенные стены. Так, следующий, пожалуйста. Ну, это вот план этажа. Вот вы видите пятиугольник, 5 таких лепестков и центральное ядро. Следующий, пожалуйста. Ну вот, это все то же самое. Так, следующий. Вот, теперь аутриггеры. Дело в том, что... Ну, это надо или вернуть... Так, следующий. Здесь разрезы не будут уже, по-моему. Да. Но это надо немножко назад. Сможете вернуться? Да, да. Вот смотрите. У нас центральное ядро. Здание колоссальной высоты. 462 метра. Ядро имеет вот здесь. Размер 26 метров. То есть, соотношение 1,20. Если вы возьмете здание, которое имеет высоту больше ширины в 20 раз, оно будет вот так вот болтаться. Это не годится. Надо каким-то образом включить эти колонны, вот которые здесь идут, вот колонны. Вот эти вот колонны, вот колонны, здесь вот колонны, вот которые снаружи идут. Их надо каким-то образом включить в работу и сделать ширину здания, чтобы оно могло рассчитываться в такой ширины. Значит, как это сделать? Либо делать железобетонную рубашку, но это ни один архитектор не разрешит. Значит, для этого придумали так называемые аутригеры. Вот это вот аутригерные этажи. Вот один этаж, второй, третий, четвертый, пять аутригерных этажей. Вот в этих местах делаются мощные конструкции, которые, вот колонна вот здесь проходит, и вот в этих местах она присоединяется к ядру. Оказывается, что вот пяти этажей достаточно, чтобы включить колонны в работу вместе с ядру. Ну, делали много вариантов, просчитывали и так далее. Вот этого достаточно, и в этом случае мы получаем вот те требуемые ускорения колебаний, которые нормируются нормами. Так, следующее. Теперь возвращаемся обратно. Вот это вот аутригер. Это мощная конструкция, в разрезе такой мощный бутавр железобетонный. Внутри он нормирован. Внутри металлическая, жесткая, не ароматурная, а из прокатного металла сделанная ферма. И она бетонируется. И вот такие мощные конструкции, которые присоединяют колонну. Видите, вот эта вот колонна, это ядро. И вот она соединяет ее. И вот тем самым колонны увеличивают ширину здания, и его жесткость в несколько раз увеличивается. Так, следующее, пожалуйста. Вот это показано, расчеты, которые мы делали. Вот колебания, это, по-моему, первая форма, это вторая, да? Там должно быть написано. Так, следующее, пожалуйста. Ну вот, колебания, видите, здание. Это просто здание колеблется, конечно, не так, как здесь показано. Это просто, как бы, разложение формы колебаний в ряд фурье. Ну вот это вот первые гармоники показаны. Так, следующее, пожалуйста. Вот это вот расчеты фундаментов. Вот какие осадки, как они уменьшаются. Это вот усилия в этих стенах, которые соединяют фундаменты в верхнюю и нижнюю плиту. Видите, какие мощные, мощные. Здесь же сначала, когда мы проектируем, мы радуемся там, сделаем там 10 стен, все будет нормально, потом приходит, оказывается, надо из одного помещения ходить в другое, надо делать двери, надо пропускать коммуникации. А когда вы сделали, вот, и вот вы разрезали стену. Страшное дело, вот. Это объемными элементами. Вот видите, какие возникают зоны красные. Это перенапряжение. Так, следующее, пожалуйста. Ну, наконец, как сделаны колонны. Вот колонны. На колонны внизу тоже усилие, нагрузка приходится 16 тысяч тонн. Кроме того, кроме этой нагрузки вертикальной, надо еще учесть изливающий момент случайного эксцентреситета. По нормам колонна, это, случайный эксцентреситет может достигать 1,30 по нормам. 1,30 размера сечения. Значит, у нас колонна имеет размер 1,5 на 1,5 метра. Значит, 1,30 это 5 сантиметров, 16 тысяч тонн. Значит, вот здесь может действовать 16 тысяч тонн, изливающий момент 800 тоннометров, и здесь 800 тоннометров одновременно. Довольно сложный расчет. Это стали железобетонные колонны. Ну, мы сделали методику расчета. Так, следующий, следующий, следующий. Ну, вот показана колонна, видите? У нас колонна пришла. Вот это жесткая арматура. Это два двутавра сваренные. Двутавр этот имеет, вот это толщина полки 11,5 сантиметра. Вот такая полка. Это прокатный двутавр. Ну, это делается за рубежом. Это арселоровский прокат. Это в Люксембурге прокатывается. Потом на заводе же обрабатывается. Потом такой же точно двутавр разрезан и привален на заводе вот здесь. В результате получается такая конструкция. Вокруг арматура диаметром 40, 28 в середине. Следующий, пожалуйста. Да, и бетон B80, высокопрочные бетоны. Ну, это как база колонны делается. Ну, это уже детали. Так, следующий, пожалуйста. Я сейчас стройку покажу и все. Вот это вот триггер. Вот это вот металлическая ферма, которая потом обетонируется. Следующий, пожалуйста. Следующий, это перекрытие. Это что? Ну, это перемещение. Следующий, следующий. Так, следующий. Это как делается это? Шпиль. Шпиль, так, следующий. Вот каркасы. Каркасы, это сваи. Они варятся, и потом они опускаются. Вот, что вы представляете. Вот это вот, когда уже сваи были сделаны, сверху головы сваи отрубают. И в этом здании сваи не заходит в плиту. Здесь уже добился, что сваи в плиту не заходит. Плита сверху сделана. Сваи заходят только в подготовку. Зато делается гидроизоляция, и все. Ну, вот это вот бетонирование. Следующий. Значит, я там вам сказал, что мы забетонировали 14 тысяч кубов бетона. Значит, здесь мы решили тоже сделать неправильное бетонирование нижних фундаментных петель. Вот в нее идет 20 тысяч кубов бетона. 19 тысяч 670 кубов. Ну, здесь вообще просто нет, и все. Нет, нет, нет. Наверное, полгода спорили, пока шло проектирование. Наконец, потом согласились. И сделали непрерывное бетонирование. Так, следующий, пожалуйста. Вот вы видите, машины привозят. Значит, работало одновременно 13 бетонных заводов в Петербурге. 18 приемных бункеров. Следующий, пожалуйста. Вот бункера. Вокруг было, вокруг этой площадки стояло 18 таких бункеров. Вот и льется бетон. Следующий. Каждую минуту, считайте, подходила машина. И это продолжало 49 часов 20 минут. Так, вот это уже забетонировано внутри. Значит, мы установили, таким образом, был побит мировой укор непрерывного бетонирования. Вот, и получили сертификат ГИНОСа. Вот я вам сейчас покажу. Получили бумажку. Вот это уже внутри. Когда забетонировали, вот здесь укрыто все целлофаном. Здесь определенная температура. Шатер делается. И все это поддерживается температура. Там пушки стоят, которые нагревают. В течение нескольких дней надо держать температуру. Следующий, пожалуйста. Ну, это вот выпуски для того, чтобы баллоны потом сюда соединять. Это муфты, куда потом баллоны наваривается, арматура, чтобы выше идти. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот, важно помыслить. Следующий, пожалуйста. Так, следующий, пожалуйста. Следующий. Вот это вот забетонированная плита. Следующий. Вот сертификат Гиннесса, видите? Вот Гиннесс, вот рекорд. Первой рекорд. Так, следующий, пожалуйста. Ну, вот это бетонирование уже. Дальше пошло так. Следующий, следующий, следующий. Вот это вот колонна, которую я вам расскажу. Видите? Вот это вот она у нас будет. Какая толстая пулка. Вот это вот прокатный пулкал. Вот так он прямо на заводе прокатывается. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это вот уже колонна стоит на базе. Так, следующий, пожалуйста. Вот здесь привариваются стат-болты для того, чтобы, когда колонна обетонировалась, она лучше работала вместе с бетоном. Следующий, пожалуйста. Ну, вот так, следующий. 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 Это просто вот, вы видите, фотосостройки. Следующий. 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 Балки. Это приварка профнастила. Балки перекрытия. Следующий. Следующий. Ну, вот это уже вот строительство. Уже. Так, следующий, пожалуйста. Вот. Вот. Так, вот. Вот. Еще будет. Да, вот. Вот это последний. Видите? 20-го, 10-го. Сегодня какое? 25-го назад. 25-го. Пять дней тому назад. Вот. Это фотосостройки. А вот это финский залив. Вот видите? Финский залив. Так. Следующий. Ну, это другие дома. Не знаю. Рассказывать или кончим на этом? Как, Виталий Иванович? Как там по времени? Почему? Ну, давайте бегло покажу еще другие, что удалось в жизни сделать. Это в Астане мы построили, бизнес-центр Москва. Следующий. Он уже построен. Это вот в Салихарде храмовый комплекс. Следующий. Это вот в Чечне, но это еще проектируется. Это их башня. Так, следующий, пожалуйста. Это вот предложение 400-метровое здание. Следующий, пожалуйста. Это вот план. Это вот в Москве на Ленинском проспекте было предложение. Ну, оно не реализовано. Мы долго работали с архитектором Платоном. Ну, вот это как раз перешагивает через Ленинский проспект. Вот здесь внутри, представляете, какая ширина этого дома? Внутри проходит Ленинский проспект. Так, следующий. Вот это дом. Так еще. Это вот построенный дворец Форта в Архангельске в 80-м году. Пролет в дерево-клееных конструкциях, в дереве, 63 метра пролетов. Вот он. Вот это вот фасады. Тоже все это клееные. Так, следующий, пожалуйста. Вот это внутри арки, видите? Вот они 63 метра пролетов. Ну, пока еще он действует. Так, вот это дворец Форта в Бери. Примерно какого же пролета? Я тоже в клееных конструкциях взял. Следующий. 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 Это внутри. Вот это район в Ржеве, оболочка, сделанная из клееных конструкций. Так, следующий, пожалуйста. Это дворец Форта Динамо. В Москве 80 метров пролет был сделан к Олимпиаде 80-го года, которая была в Москве. Так, следующий. Вот это он. Вот это музей Хашимина в Хануе. Вот здесь мы делаем. Вот это центр Елизарова в Кургане. Следующий. Вот следующий. Это площадь Европы в Москве. Вот видите, вот здесь эти такие флагштоки и струб, и скульптура похищения Европы. Но это такая стилизованная, современная скульптура. Это бельгийский скульптор Стребель. Ну, вот мы делали эти все конструкции. Так, следующий, пожалуйста. Вот это вот эта скульптура Стребеля. Так, следующий. Это вот большая рядовая арена в Сочи. Там, где наша команда хоккей пройдет. Вот стону стараться, да? Ну, это грандиозное сложение. 323 на 277 метров. Представляете, какое грандиозное. Так, следующий. Вот это она. Вот 277 на 233. Так, следующий. Вот она. Вот это вот. Ледовая арена. Ледовая арена. Вот она, показана. Красавица. Следующий. Вот это мы делали с Санобакслейная трасса. Тоже грандиозное сооружение. Тут эти бобы, на которых спускаются баксаристы, выдерживают давление 4,9 G. Представляете, перегрузка почти в 5 раз. Скорость развивается 136 километров в час. Следующий. Вот эта вся трасса. Она 1800... А, 1823 метра. Видите, вот. Скорость, я правильно сказал. 136 километров в час. Чебе и директор. Так, следующий. Вот это как она делается. Вот здесь вот такой вот колитон. Вот здесь они едут. Так, следующий. Вот, видите, специально трубы прокладываются, где с помощью их намораживается лёд. Так, следующий. А в 95-м году скульптор Леви Финна Шкельберг предложил сделать мне конструкцию для его скульптуры. Но вот здесь 20 метров. И стоит на одной тоненькой ножке. Это облицовка. А там внутри тоненькая ножка. Это было его условие. Если получится сделать, то будешь автором вместе со мной. Ну вот, вроде бы стоит. Вот здесь эти скульптуры, они довольно тяжёлые. Здесь примерно 15 тонн. Вот эта бронзовая скульптура навешанная. И вот эта вот скульптура там по одна, по-моему, 10 тонн, одна немножко меньше. Так, следующий, пожалуйста. Ну вот это мы делали памятник Ленину во Владивостоке. 27 метров высотой и 9 метров глинестал. Вот он смотрит, что он на и помнит. Так, следующий, пожалуйста. Ну это после окончания института я работал на стройке, мастером. И вот первый чугун, который на казахстанской магнитке в 60-м году. Вот этот митинг, так люди тогда радовались. Теперь осталось только смотреть на это и не верить, что такое могло быть. Ну всё. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть несколько минут для вопросов. Я думаю, что вопросы есть. Валерий Лич, удовольствие на них ответить. Я думаю, что для нашей аудитории. Не так часто у нас есть возможность его служить. Поверьте, что не только у нас возможность здесь, но и в Московском правительном обстоятельстве. Чаще, чем, наверное, пару раз в год вы их не посещаете. Не получается по времени. Пожалуйста, вопросы. Валерий Лич, особенности перекрытия, там где нет колон. Вы же сейчас расскажете поподробнее. Колон нет, а перекрытия нет. В середине здания. Особенности его. Сильно повернут. Это, ну, в конкретном сети. Перекрытие, где 50 км, 40 метров в прогрессе. А, там. Башня 2000. Значит, смотрите, если вы помните, там... Если вы помните, там... Если вы помните, там полумесяц, два полумесяца, да? И здесь была железобетонная стена. И вот так было. Вот так стена, вот так стена, и вот так стена. Эти стены по 400 мм были. И с другой стороны такая же. Что мы придумали? Мы взяли к этим стенам, в тех местах, где здесь были инженерные, с этой стороны, инженерные там технические помещения. Мы эти стены выпустили в виде консолей, которые держались вот за эту стену. Консоли были. Поняли, да? И к этим консолям потом положили, и все. Ловкость руки никакого... Вон она, кстати. Да. Ну да. Да, вот следующий. Покажите. Вот видите, вот это вот 400 мм стены. Они идут снизу домик. Так? А вот здесь, вот видите, здесь шахта. Раз, шахта. И шахта два. Так мы эту шахту сюда вытащили немножко. И сюда вытащили. Она консольная, висела на этой стене. Она вниз не уходит. Консольная. Консольная здесь. А потом, вот здесь, там же, клалиплиты, они и верят. Спасибо. Хочу вопросов, коллеги, пожалуйста. В дипломных проектах будем делать такие здания? Уникальные здания. В дипломных проектах есть? Давайте, Владимир. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в том, что большой протяженности фундаментка плиты без усадочных швов за счет безусадочного бетона делали? Нет. Не могу сказать. За счет чего? Я серьезно говорю. Вот вы знаете такого, Анатолий Васильевич Александрович, наверное, знаете, да? Такой был крупный ученый в области строительной механики. Учебник по строительной механике. Ученик Смирнова, Анатолий Филиппович. Мы с ним пытались даже решить задачу. Я ему говорю, Анатолий Васильевич, ну как же, не получается. И вот мы сидели, у нас даже статья есть совместно опубликованная. Мы решали с учетом трения, что вот трение помогает там уменьшить, как бы это. И у нас получилось, что можно делать 130 метров, но здесь 500. Я думаю, мое внутреннее, мое убеждение в том, что я здесь сделал совершенно необычное армирование. Здесь армировано, вот Владимир Иванович оценит. Владимир Иванович, тут, вот представляете, вот по высоте, так? Вот здесь у нас идет арматура. Сначала там несколько рядов, которые нам нужны по расчету, чтобы держать изгибающий момент. Многоярусная арматура. Многоярусная арматура здесь. Вот здесь наверху, там, где у нас как бы бетона хватает, чтобы держать, сжать, такая же арматура. То есть пара вот здесь, так? Но она занимает довольно приличное место. Потом у нас в нормах, я обратил внимание, что для балок вы должны, даже если у вас арматуры нет, вы должны через 700 миллиметров давать обязательно горизонтальную арматуру. А в плитах этого нет. Я начал думать, а почему, почему. И решил, что надо для плит это делать. И сделали это и для плит. И получилось, что у нас бетон очень здорово армирован, непрерывное, как бы, армирование получается. Не то, что отдельные зоны, ведь у нас же касательные усилия по закону парности касательных напряжений в середине такие же, как и такие, так? Вот, как их держать? Вот я считаю, что обязательно должна быть там замыкальность. Да, горизонтальная сетка. Вот, мне кажется, может быть это. Горизонтальная сетка. Но когда вот Комахов приехал, я его поверил, это, панк, это. Он будет материальщиком, он там не рассказывает, он начнет диссертации начнут писать. Не надо. Комахов увидел, что, ну, я говорю, что такое, ну, ладно, все, ответил. А вертикальное армирование по какому принципу ставится в таких плитах, именно где они конструктивно? Вертикальное армирование обязательно ставим, там не колонок приходит. Вокруг колонны, да, конструктивно. Но ставим вот в этих домах хорошую арматуру. Не просто какую-нибудь, да. Вот, там хорошая арматура, либо 25-я, либо даже, ну, это там, где очень тяжелая нагрузка приходила, там даже 32-е вертикальные стержни ставили. Ну, и кроме того, в любом случае, ведь вы по нормам не посчитаете, как вертикальную арматуру поставить. Особенно, ну, для балки еще можно посчитать, хотя это тоже там приближенный неправильный расчет. Но для прибыли просто невозможно. Тормы говорят, надо держать, а одну часть над другую, и все. Поэтому, ну, это, поэтому я потом там определен такой принцип, что, предположим, плита сильно нагружена, там через 400 или через 600 миллиметров по сетке ставили вертикальные стержни. Но если бетон не армировать, вот на башне федерации, Полонский мне как-то говорит, Владимир Юрьевич, ну что, столько арматуры, говорит, Ну, я говорю, не хочешь мне, не ставь ее. Потом у него трещины пошли. Он меня, Владимир Юрьевич, говорит, а почему у нас трещина? Я говорю, вот ответ, почему столько арматуры. Арматура все-таки для бетона нужна. Он не может держать растяжение, понимаете? Ему надо помогать. Но как оптимизировать это, я не знаю. Еще коллегу. Не могли бы Вы рассказать чуть-чуть о 4-километровой башне? Я уже не помню. Ну, в 68-м году, еще, когда был жив Николай Васильевич, это только вот мы сдали Останкино, и пришло письмо из Гошлёв СССР, что вот японцы обратились с просьбой сделать башню 4 километра выше Гори Путияна. Гора Путияна 3,850. Ну, вот мы с Николаем Васильевичем что-то думали на эту тему, значит, что-то нарисовали, приезжали японцы даже в Останкино мы их там принимали. Ну, потом это дело затлокло, потому что японцы решили, предложили такое решение, эта проблема, чтобы три страны, три страны, ФРГ, Соединенные Штаты и Россия, СССР, вот, скинулись и построили им башню. Скинулись, скинулись и попросили в год. Какие расчетные программы использовали, которые расчеты будут в Москва-Сите? В Москва-Сите? Ну, в основном, с КАДО. А с КАДО можно доверять? Сейчас что-то очень много от насекций. С КАДО? Ну, я думаю, ну, так, если уже серьезно, да, я тут борюсь, берусь, делу. Это, ну, опять, я не умею считать на компьютере. Нет, я шучу. Могу, но это очень хорошо. Вот, это, значит, телевизионную башню мы делали на логрихминской линейке. Тогда не было компьютера. Вот расчеты все в логрихме телевизионной башни делало три человека. Три человека вручную. Мы сидели, причем расчет на динамику, на динамику определения периода колебаний, форм колебаний, по деформированной схеме. Не просто вот, а деформированная схема. То есть учитывается пробив, новая строится, новая строится кривая, кривая башни, и опять все делается вот. На линейке вы думали, что на ферликсе крутили, да? Ну, это... Не только на линейке, но и ферликсе. Нет, линейка. Я ферликсом не очень... Вот, на линейке. На линейке вы умели тогда считать. Ну, я вам расскажу, да. Ну, вот мы делали расчеты, все вручную. Абсолютно. Ну, это был 64-й год, вы же представляете это. Никаких машин даже поминут. Но я вам расскажу такой случай. Можно не про 4-километровую, а про 2-километровую башню. Мы поехали, моя первая зарубежная поездка с Николаем Васильевичем Никитиным. Зарубеж. Я это... Он мне предложил поехать в Шапрон, это в Венгрии, на хранице Савстрии. Там был конгресс с полусодным зданием. В общем, мы туда поехали, ехали с ним поездом. И он мне говорит, значит... А у него нога была больная, он, его змея, где, ну, в юности укусила, и он кормал очень сильный, ему было трудно ходить. Он говорит, вечером будем сидеть в гостинице, нам скучно, давайте мы с вами за неделю, на которую мы едем, запроектируем 2-километровую башню. Я говорю, ну, хорошо, сделаем это. Компьютера я говорю, программы СКАТ тоже. Теперь, значит, ну, я ему говорю, как мы, ну, чем заниматься. Он говорит, значит, вы будете, он мне говорит, вы будете делать расчет башни. Это, говорит, дело простое. Ну, я согласен, нечего делать, да. Я говорю, Николай Алексеевич, о чем вы будете заниматься? Он говорит, а я буду думать, как оттуда мусор убирать. Ну, мы за неделю, мы за неделю действительно сделали, сделали расчет, определили сечение, ну, я сделал, сделал расчет, определили сечение, приехали в Москву, он уже тогда ушел, это был 70, он умер в 73-м году, это был 70-й год, он уже, это, не захотел быть, написал заявление, что он не будет замдиректора, там, главным конструктором, вот, и написал директору письмо, чтобы меня назначили руководителем сектора, он будет у меня работать. Ну, и после этого, вторым пунктом в этом письме было директору предложение, двухкилометровую башню запроектировать, и мы уже все решили. У нас директор пришел в ужас, отказать такому человеку невозможно, денег нет, ну, и так далее. Вот, так, насчет скада, ну, я думаю, что сейчас все программы, все программы, что касается, ну, это мое мнение, я же очень старый инженер, вот, наверное, старше всех, кто здесь в зале присутствует, вот, это, я думаю, что все вот эти вот программы, которые там, ну, все эти компьютерные программы, они усилия определяют правильно, я думаю, усилия, ну, М, ГУН, они уже научились, что тут уметь, решает эти шлеплы, систему уравнений, наверное, и решает правильно, вот, единственное, что там, разбиение на конечные элементы, это сложно, можно, разбивая там, на разное количество конечных элементов, в общем, нет таких точных критериев, но, что касается подбора арматуры, подбора стальных сечений, я считаю, что инженер должен делать это вручную, берет усилия и подбирает, иначе он не понимает, что он делает, иначе просто, слепо, что машина выдала, это переносится на лист, отправляется, и все, а там может быть неправильно, вот, например, можно показать, когда плиту фундамента разрезают по полям, там, где моменты пересекают, нуль, да, такие решения сегодня, у меня такие, хватает, у меня такое было настройки, я приходил, почему разрезана арматура, была целая арматура, ее разрезали, бригадир, приходит и говорит, это пришла там, девушка, ну, женщина, проектировщики, сказала разрезать, я у нее спрашиваю, зачем разрезали, она говорит, а там машина показала момент равный нулю, и арматура, значит, нулевая, так, но если уже арматура решалась, значит, мне вероятность. Скажите, а не принимали ли вы их участие в проектировании монумента Курской битвы, или может быть, вы знакомы с Евгением Случеччим, скажите, пожалуйста, Случеччим, Случеччим, я, это, я должен был принимать участие, но не принимал, значит, получилась какая-то совершеннейшая, это, не могу понять, я вообще организованный человек, в общем, Николай Васильевич Никитин мне сказал, он же проектировал родину-мать в Волгограде, вот, и Утечич к нему обратился с просьбой сделать эту Курскую дугу, вот, и Николай Васильевич мне сказал, что, это, Курскую дугу вы будете делать, но он же не хотел, ему тяжело, но консультантом там был бы, вот, и была назначена встреча, Утечичич должен был к нему домой прийти, было назначено время, там, 10 часов, предположим, он мне сказал, в 11 часов надо прийти, я пришел в 11 часов, он будет, Утечич был 10 часов, вы не пришли, я ему сказал, мы делать не будем, и все, на этом все закончилось, вот такая неудача, но я работал с Кербелем, могу, вы знаете такого скульптора, да, ну, Кербелем, знаете, знаете, да, но там, значит, когда вот этот, вот монумент, воинам, воинам ПГО, когда мы делали, значит, надо было монтировать, вот эти вот, там, падающие самолеты, 15 тонны, гигантские, бронзовые, скульптуры, в 40, в 95 году, 50-летию победы, вот, и уже оставалось буквально несколько дней, открывать надо, должны были его открывать, 4 мая, от 30 апреля, 30 апреля, мы монтировали вот эти скульптуры, ну, в общем, привезли скульптуры, договорились, монтировать там невозможно, там дом, где жил Ельцин, и как раз за этим домом, нужно было, стоял этот монумент, подъехать нельзя, потому что там цветники, газоны разбиты, в общем, как бы, придумали, заказали в омске этот, коток, он на колоссальном вылете, на колоссальном вылете, может поднять эти 15 тонн, но вообще он 100 тонн экрана, ну, все, заказали этот коток, и договорились, что будем монтировать в 4 часа утра, вот, когда никто не мешает, вот, мы все, бригады там, они сделали им какие-то там, были прорабки, они там ночевали, я с одним своим сотрудником, мы все время выберяли, выберяли, чтобы, не дай Бог мне ошибиться, часов 7 вечера, приехал Кербель и Розанов, Розанов это архитектор, вот, ну, известный архитектор, слышали иногда, да, он министром был даже, архитектуры, вот, приехал Розанов, он был директор института, где я работал, вот, приехал Розанов с Кербелем, вот, и, это, я, я Кербелю, значит, вот стояла эта скульптура, вот предположим, вот эта скульптура, и вот здесь надо повесить, одну скульптуру, вторую, третью, назад, главная центральная, центральная скульптура, я Кербелю говорю, отметьте риску, как ее повесить, он говорит, да не надо риску, видно, что здесь посередине, нет, я говорю, а треть, в общем, короче, спорили, спорили, наконец, он согласился, взяли гвозьем, нацарапали риску, нацарапали риску, они уехали, я сказал, теперь вы уезжайте домой, потому что, это, тут советы армянского радио не нужны, они уехали, и мы договорились, что утром, как только смонтируем, я им звоню, и они приезжают посмотреть, они там недалеко жили, это на западе Москвы, вот, в общем, где-то в 7 утра, мы смонтировали, причем посадили, удивительно, просто, такого в жизни не бывает, но точно, вот, как он наметил, точно посадили, завалили ее, все сделали, я позвонил, приезжает, Кербель приехал, Герожина с женой приехал, ну, они с разных мест, но приехали, собрались мы, это вчетвером, получается, Кербель подходит, я говорю, неправильно, висит, я говорю, как неправильно, вы же риска, неправильно висит, и все, я говорю, ну, риска же вот, вы же видите, точно, как вы нарисовали хвастем, вот, вот же здесь висит, нет, и все, ну, Розен, он говорит, Лева, отойди в сторону, они подошли, пошитались, только, Кербель ко мне подходит, я говорю, Владимир Ильич, можно вас поцелуй, я говорю, на этом закончилось, вот такие в жизни бывают, так, ну, что, вы хотели спросить, скажите, свая 87 метров длиной, они армировались по всей длине, или только леплину, ну, это кусок отрезался, под фундаментом, ну, ее же надо все равно, сверху земли бурить, вот, и эта часть, которая потом отрезается, которая попадает в подвал, ну, понятно, да, вот, и она, она не армируется, все, что ниже армируется, конечно, и бетонируется, тоже, только ниже подвалов, ну, что можете посоветовать начинающим конструкторам? ну, я не знаю, мне кажется, нужно учиться всю жизнь, и начинающим, и продолжающим, я считаю, что все время, я, например, с удовольствием читаю учебники, каждый день, то одно, то другое, ну, обязательно, и самое главное, не бояться, вот, не бойтесь так, главное, не бояться, не бояться, и все, подумать только, конечно, все, думать, не просто, конечно, делать наобум, вот, но не бояться, в лекции, вы сказали, глаза бояться, глаза бояться, они... АПЛОДИСМЕНТЫ